Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вячеслав Манучаров – замечательный артист, интервьюер, очень интересный интервьюер. Все его интервью действительно содержательные, вопросы грамотно выстроены, дают возможность посмотреть, как раскрывается его гость. Иными словами, мне кажется, можно было совершенно спокойно сделать его ведущим на Первом канале. Но он патриотически настроен, а на Первое, видимо, таких не берут. Друзья, дело все в том, что он разоблачил лицемерие Познера. Многие пишут, что Познер – мэтр, не трогайте его, что такое, но он такой, он уже столько лет. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Я не понимаю, кто такой мэтр. Понимаете, есть тот человек, который в трудную годину для страны выступает за родину. Я это понимаю. У него три паспорта – Франция, Америка, Россия. И он сам говорил в интервью, что для него Россия, не в России он себя чувствует дома, а во Франции. О чем можно вести речь? До момента начала операции он зашибал деньги на Первом канале, там у Эрнста, где собрались они все. А потом по-быстрому стал танцевать то в Лос-Анджелесе, где-то там, то еще. Значит, я здесь полностью согласен с Манучаровым. По мнению Манучарова, единственным секретом Познера, он же с помпой отметил тут 90-летие, «Единственным секретом Познера является высокомерный взгляд из-под лобья, лысиный и солидный возраст. На деле же его таланты сильно переоценены». Абсолютно правильно Манучарова говорит. «Считали главным не потому, что хорош или особенно талантлив, а потому, что других не было». Все то же самое, как и с Пугачевой. «Телевидение своим самодержавным перстом назначило Владимира Познера ответственным за жанр интервью. Назначило под гнетом рабского трепета перед Западом. Ведь он не «советский», в кавычках, а «просветленный буржуинский». «Не случайно наибольшая известность к Познеру пришла в эпоху Михаила Горбачева», рассуждает Манучаров. Значит, публицист остался на телевидении даже после краха Советского Союза. Своя передача на Первом канале была у него вплоть до начала операции. Манучаров обратил внимание на тот факт, что вставать на сторону своей страны Познер не стал. Он просто ушел, тоскуя по Парижам. Телеведущий напомнил о словах своего коллеги, произнесенных еще в 2009 году. В интервью тот говорил, что он чувствует себя дома не в России, а во Франции. Манучаров считает, что мало кто из россиян вспомнит хоть какое-то интервью Познера, о которых, к слову, было немало. Но зато у него есть ресторанчик «Жеральдин», названный в честь его мамы, которым он хорошо зашибает деньги. В России. Вот, говорит, что Манучаров. «Что осталось от главного интервьюера, в кавычках, в истории нашего телевидения и страны?» Коим его считал Эрнст, и он сколько сидел лет там на этом Первом канале. «Помню, как в начале беседы он неизменно пафосно снимал дорогие часы и клал их на стол, по-барски отмеряет введенное гостью время. Сегодня Владимир и Познур 90, теперь и его время на телевидении прошло. И как тут, говоря о главном интервьюере страны, в кавычках, не вспомнить Андерсона и его «О король-то голый» заключил Манучаров в своем телеграм-канале». Абсолютно правильно, я считаю. Вообще, вы знаете, в какой-то момент на Ютьюбе и в других площадках, на телевидении знаменитости кинулись брать друг у друга интервью. Меня это так изумляло. Они везде встречаются на всяких тусовках, договариваются друг к другу прийти и задают одни и те же вопросы. Вот просто одно и то же. И некоторые из них действительно стали известными, популярными, но жанр интервью так и не стал популярным, потому что популярными стали те, кто стал копаться в сколько зарабатываешь, какие трусы носишь, всякое такое, понимаете. Играя на низменных инстинктах именно. То же самое делал Дом-2. Подглядеть в замочную скважину, на интересе людей, зарабатывая деньги, а дебилевая людей, превращая их, не извергая их животным инстинктом, а не возносят их с помощью телевидения и искусства к вершинам морали нравственности и духовного развития. И вы знаете, дело всё в том, что для меня интервьюров много, но кризис этой отрасли, если можно так сказать, точно присутствует. Можно немного назвать. Манучаров, да, он действительно хорошее интервью, мне нравится смотреть. О него выстроены очень интервью, логически выстроены всё. Я больше не могу назвать практически никого. Может быть, я сейчас кого-то забуду, но вот мы просто говорили об этом, я об этом сказал. Если говорить просто о Манучарове и Познаре, да? Да, действительно, Познар был, он как-то пытался показать себя всегда таким эдаким, понимаете? Это было видно, и это было не очень приятно смотреть. Поэтому действительно это не так, что ты села, как выпускница Дома-2, Собчак, да, и начала вопросики задавать. Это нужно быть профессионалом, чтобы это делать. Вот что я думаю по этому поводу. Грамотно выставить интервью – это очень сложный, серьёзный, трудоёмкий процесс. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Просто в голову сразу не приходит, как обычно, когда, знаете, вопрос задают, а потом сейчас я кнопку нажму, придёт 10 человек, которых можно назвать. А может, и не придёт. Но, может быть, у вас кто есть? Кто любимый ваш интервьюер? Напишите в комментариях. А может, кто Познар, кому нравился. Друзья, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Ещё раз повторюсь, друзья, вопросы, паводка, СВО, внутренняя политика, кадровая политика, всё абсолютно внешняя политика с моими комментариями, круглосуточно, в моём втором канале, официальном телеграм-канале Будда Гришна Новости. Обязательно подпишитесь на него. Я думаю, что все эти вопросы тоже вам интересны, и вы можете, так сказать, там их отслеживать. Друзья, также вас приглашаю на свой сайт www.buddegrišna.com для бизнесменных предпринимателей. Там есть довольно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.